Путин и Байден впервые оказались друг у друга перед глазами в прямом эфире. Уже все обсудили технические проблемы, которые возникли в тот момент, но мы сейчас покажем больше. Пауза, возникшая во время саммита, произошла потому, что устроители в прямом смысле слова решили выключить выступление президента Франции Макрона. Макрон выступал, что называется, не вживую, а в записи. А Путин пришел на телемост лично. Судя по всему, в Вашингтоне это увидели и просто остановили запись Макрона. Видео остановлено, но никто же не объявил, а что делать дальше, кому выступать. Байден видит на экране Путина, Путин видит Байдена. Вот как все это выглядело со стороны президента России. Понимая, что у организаторов саммита что-то явно не так, Путин аккуратно, чтобы не помешать эфиру, пытается понять, так что происходит. То, что в Вашингтоне сами запутались и запутали всех остальных, в эфире подтверждает и глава Госдепа Блинкен. Они, может быть, видят Макрона, потому что это была запись Макрона. В итоге никто в эфире ничего толком так и не объявил. Ситуацию взяли под контроль в Москве. Интересная деталь конференции проводилась через приложение Zoom. Эта компания объявляла, что больше не будет сотрудничать с госорганами в России. А здесь целый саммит и Кремль на прямой связи. Путин рассказывает о вкладе России в борьбу с изменением климата. Россия в большей степени, даже чем многие другие страны, сократила эти выбросы парникового газа в два раза. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет. То, что президент в итоге наш участвует в климатическом саммите, это можно расценивать как некий шаг на встречу? Или как что это можно расценивать? Ну, как наша большая заинтересованность в том, чтобы климатические проблемы разрешались. Их разрешить можно только сообща. Поэтому мы обязательно в таких мероприятиях принимаем участие во всех. Судя по всему, технический сбой на саммите и дальше не давал покоя американской стороне. Глава Госдепа что-то долго шепчет Байдену. А после выступления Путина, как ни в чем не бывало, заново запускает выступление Макрона. У нас были технические трудности. Мы хотели бы снова предоставить слово президенту Франции. На этом саммите все заранее было согласовано, расписано и все равно. Такой сбой. Так что сложно представить, как все прошло бы, если Байден все же решился бы и отозвался на призыв Путина поговорить в прямом эфире о проблемах двух стран. Онлайн. Но так или иначе, первая онлайн-встреча Путина и Байдена состоялась. Будет ли вживую, как и предложил президент США? Можно вас чуть-чуть помучать буквально? Вы уже, по-моему, начали. С американцами действительно начался какой-то диалог по поводу личной встречи? Я имею в виду на рабочем уровне. Ну, все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили все те меры, которые мы приняли и которые еще готовы предпринять, если эскалации продолжатся. И одновременно по поручению президента я упомянул, что что касается предложения Байдена о проведении саммита, то оно было позитивно воспринято. Сейчас оно изучается. С американской стороны есть хоть какие-то сигналы по дипломатической линии, что они действительно хотят провести личную встречу? Ну да, сигналы есть, конечно. То есть сейчас уже идет какое-то обсуждение на вот таком рабочем уровне? Еще нет, пока еще нет, но сигнал получен, рассмотрим. А вот то, что в итоге... От многих факторов будем принимать решение, конечно. А если встреча случится, то это когда может случиться? Или это вообще не предсказуемо? Нет, называют июнь. Даже есть конкретные даты. Это какие? Ну, я пока не буду о ней говорить, но... Ну, июль, да? Июнь. 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 О острейших вопросов в мире накопилось столько, что о них, конечно же, нужно говорить. Для западных стран стало уже хорошим тоном каждый день обвинять в чем угодно Москву. По любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта там. Кто громче что-то скажет. Вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки. Все как у Киплинга. Подбывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель. Такая агрессия против Северного потока-2. Достроим его в итоге? Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена. А впереди в России парламентские выборы. За рубежом уже и не скрывают, что будут пытаться на выбор россиян повлиять. Сейчас схватка будет, как и никогда. Мы это понимаем. И принимаем все предупреждающие меры. Апофеозом западного хамства стали события прошлого месяца, когда пошли уже прямые оскорбления в адрес президента России. Москва ведет себя спокойно. Можно сказать скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалеют. Но Россия всё же надеется, подчеркнул Путин, что никому не придёт в голову перейти красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Вы же сигналы, те, кому этот сигнал послан по поводу красных линий. Однозначно, многие лидеры государств сошли с ума. Мир не только подвержен двойным стандартам, а грохнулись все договорённости. И вы видите, как стала расти напряжённость в мире. Это недопустимо. Надо заканчивать с этим противостоянием, с этими противозаконными санкциями, с этими абсолютно надуманными поводами для наращивания эскалации. Ну покажите, господа, доказательства. Спасибо вам огромное. Журналисты в тот день всё рассказали и показали. И Запад теперь как минимум ещё раз хорошо проинформирован о сигналах из Москвы. Спасибо.